Здравствуйте! Вот мне студенты МВТУ, бывшие студенты МВТУ, мои ровесники, рассказывали мне об одной шуточке, которую над ними играли преподаватели. Преподаватели, которые им рассказывали про твердотопливный реактивный двигатель. Твердотопливный реактивный двигатель. Это пороховая ракета, по-нашему говоря. Ну, это большой двигатель, для большой ракеты, может быть, даже для межконтинентальной. Значит, камера сгорания из высокопрочного, устойчивого к температуре материала. Внутри установлена шашка. Шашка из такого, значит, прессованного пороха. Эта шашка чем-то закреплена. Во время горения пороха в камере развивается большая температура и давление. Пороховые газы выбрасываются через сопла, ну и толкают ракету вперед и вверх. Так вот, показывают конструкцию этого двигателя студентам, детям, по сути дела. И говорят, а вот тут вот, говорит, для того, чтобы эта шашка пороховая крепилась внутри, значит, с камеры сгорания, используются, так сказать, сухарики. Ну, такие детали, которые не дают этой шашке, так сказать, болтаться внутри двигателя. Как вы думаете, спрашивают они у студентов, из чего, из какого материала сделаны эти детали? Ну, студенты начинают соображать. В ту пору, в пору вот моей юности, углепластиков еще не было. Сейчас бы углепластик предложили наверняка. Они говорят, ну, наверное, из вольфрама или из какого-нибудь температуру стойкого сплава, какой-нибудь там необыкновенной стали. Ну, значит, дает преподаватель поиграть детишкам с этими гипотезами и выдает им ответ правильный, который всех их сразу потрясает. Нет. Эти вкладыши, эти сухарики сделаны из дерева. Дерево. Это та вещь, которая при большой температуре хорошо горит. Как же так? А он им объясняет. А там не может ничего гореть, кроме пороха. Дело в том, что когда сгорает порох, образуются пороховые газы. Они горячие. Что такое пороховые газы? Пороховые газы – это среда, которая не окислительная. Она восстановительная. Сейчас я объясню, что такое окислительное. Вот пластический окислитель – это кислород. В нем все горит. А восстановитель – ну, вот дерево – это восстановитель. Угарный газ – он восстановитель, он может гореть. Кислорода там нет. И вот этот вот выхлоп – это, значит, выхлоп газов, которые еще могут гореть. Выстрел из огнестрельного оружия вы наверняка видели? Особенно эффектно он смотрится в темноте или ночью. Форс пламени такой вот вырывается из ствола следом за вылетевшей пули. Это сгорают пороховые газы, вылетевшие из ствола. Они смешиваются с воздухом и сгорают. Если вы хотите сделать выстрел незаметным, чтобы никто его не увидел издалека, то на дульный срез надевается такой расширяющийся рупор. Вот в этом рупоре выходит пороховой газ, не смешиваясь с воздухом, он расширяется и охлаждается. Охлаждается до такой температуры, что уже не вспыхивает. Ну так вот, к чему я рассказываю всю эту историю. Я рассказываю эту историю вот к чему. Что ракетная техника, в принципе говоря, по многим своим параметрам достигла уже возможных пределов. Особенно пределов достигли малогабаритные ракеты. Ну скажем, ракета, которая запускается с плеча по танкам или по самолетам. Ну представляете, что не слишком сильно не нагрузишь. Двигатели уже пришли к пределу своих возможностей. И тут вспомнили про пороховые газы, которые еще можно тоже использовать. Называется это так, прямоточный твердотопливный двигатель. И вот эти вот пороховые газы, вырывающиеся из сопла двигателя, попадают как раз в прямоточный двигатель. Смешиваются с воздухом. Есть специальные, значит, отверстия для того, чтобы смешались с воздухом при полетах в атмосфере. Это возможно. И сгорают, выделяют дополнительную энергию. Таким образом повышается дальность полета изделий, как говорят специалисты. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Всех благ. Продолжение следует.